Девушки отдыхают 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 Потому что там несущие стены. Папа не заставлял меня в Барселону ехать. Он спросил меня, хочешь ты в Барселону или нет? Я ради безопасности только поехал. 24-го меня как-то накрыло прямо такой хвилой. У меня в какой-то момент просто вимикаются все эмоции. Боль, страх, все просто вимикается. Я просто как в машину начинаю сборатывать речи. Принимать решение быстро. Самое главное. Я сказал, что надо сразу идти в магазин. Потому что уже с самого утра мы два часа простояли утром, чтобы купить еду. Я взяла с собой рюкзак в пламя 20-м. Одну белочку и одну собаку. Мы сначала поехали на вокзал, чтобы просто посмотреть. Ну, мы уже с чемоданами поехали, но просто чтобы посмотреть, мы думали, что будет очень большая очередь, и мы вообще там поезд не сядь. Но там кто-то кричал, что есть поезд до Чопа, еще есть места. И мы побежали. Это был ужасный поезд. Мы ехали на поезде. Папа меня провожал в окно. Там орали постоянно. Мест почти не было. Мы с одним мальчиком менялись, типа, на стране. Он немножко, мне немножко. Мы езжали три дня. Хотя, если бы не война, мы бы доехали до Польши за три часа. Одну ночь и два дня мы стояли в пробках. Когда мы выезжали с Ирпеня, мы поехали к мосту. А его, оказывается, взорвали. И нам пришлось... Нам военные сказали, что надо ехать на другую дорогу. И когда мы туда приехали, уже стояли другие военные. И они нам тоже сказали, что уже туда нельзя. И у нас только там был последний шанс выехать. Это там одна дорога через весь Ирпень, так, в объездну. Один раз у нашего водителя заболела голова. Ну, это было еще ночью. И мы остановились. И мне вот было страшно, что сейчас откуда ни возьмись, выйдет там танк какой-то или что-то такое. Сон страшный. Там про зомби. Самое страшное. Мы своего котенка отдали. Потому что у него не было паспорта. И то, что все уже мы не вернемся. Если война не закончится, или если упадет ядерная бомба, то мы уже не вернемся. У меня есть хомяк еще живет. Он у папы пока. Папа говорит, показать тебе хомяка. Я говорю, конечно, давай показать. Там еще наша рыбка живет. У меня три очень обычные желания. Это чтобы закончилась война. Пойти в музыкальную школу на фортепиано. Мне очень нравится этот инструмент. Вернуться в Украину. Ну, во-первых, я бы хотела, чтобы война закончилась. Я бы загадала, чтобы вернулся папа. Ну, чтобы война закончилась, чтобы мы вернулись в Украину. Чтобы закончилась война. Чтобы Украина процветала еще больше. Ну, загадал, чтобы война закончилась. Все стало так, как было до войны. Построили все. Продолжение следует...